Аплодисменты Первым, кто выйдет сегодня на эту сцену Рахмановского зала Московской консерватории, должен стать ректор консерватории, заслуженный деятельность в России, профессор Александр Сергеевич Соколов. Аплодисменты Этот зал вернулся в консерваторию в конце 70-х годов, после того, как долгое время принадлежал Юрфаку Московского государственного университета. Но в будущем принадлежности университета все равно для всех он основался под именем Синодальный зал, поскольку изначально он принадлежал Русской православной церкви и именно для исполнения цифровой хоровой музыки в свое время был предназначен. И вот на новом этапе истории он вернулся в консерваторию и теперь уже мы привыкли к нему как зал очень универсального, поскольку здесь безусловно приоритет хоровой музыки сохраняется, но здесь же исполняется музыка старинная. Этот зал очень любит нашу культет исторического и современного музыкального искусства. Здесь же музыка, которая пишется сегодня, и здесь студия новой музыки также чувствует себя новым. Здесь каменные, сольные концерты, здесь особые сценические постановки, то есть действительно для нас этот зал чрезвычайно норм. И очень любил публики. Поэтому вот сегодня этот зал вернулся, вернулся в своем неизменном виде, если имеете в виду его стилистику, но самое замечательное, что он вернулся в сохранении в своем уникале акустики. Вот это всегда нас прежде всего, конечно, волнует, беспокоит, но можно смело сказать, что акустика осталась великолепной, а может быть даже в чем-то и стала лучше, но об этом судить именно тем музыкантам, которые будут вхать на эту сцену. В 83-м году, после того, как этот зал, после вот этого сложнейшего реставрационного процесса вернулся в консерваторию, первым, кто прикоснулся к консерватору на этой сцене, был Светлослав Виктор. И поэтому для нас было очень важно, вот сегодня, в этот момент, кто первым прикоснется к этому инструменту на этой сцене. Из тех, кем консерватория гордится, кто ее прославил, и не было сомнений, что этим музыкантам будет Денис Макфуев. Прошу вас. И, как говорится, хорошо иметь Мечко Христово дню, вот именно сегодня, так получилось, что действительно, День Пасхи Святой, есть возможность не только сказать добрые слова в адрес Дениса, но и сделать так, чтобы он тоже запомнил этот день, получая от консерватории ее, можно сказать, главный приз этого юмилейного года. В день 150-го года, 150-летия Московской консерватории, благодаря помощи знаменитой галереи Михайлов, мы имеем возможность вот этот подарок, а это ювелирное изделие из серебра и золота, где очень красиво и символично объединен фронтон Большого Зала Консерватории, аркан Большого Зала Консерватории и клавиатура, которая уходит в небеса, а это будет именно то, что будет символом того конкурса, который сегодня Денис здесь, можно сказать, да, поселит на вечной, потому что это первая и, я думаю, очень в долгие времена постремленная традиция. Ну, а вот этот подарок Московской консерватории, дорогой юрист, артилуший вам подарок. Добрый вечер. Для меня безумно приятно находиться сегодня здесь, в этом потрясающем югном, и уникальный по своей пустыке в зале, и очень радовый для меня, потому что я здесь провел свои годы учебы, и, конечно, в основном, мы здесь играли классные вечера нашему любимому Сергею Яковлевичу Дорецкого, который находится здесь сегодня, в зале. И у нас, у него студентов, это всегда было, ну, настолько, настолько эти вечера были по-хорошему, домашними, попасть к ним было невозможно, всегда был переполнен в зал, репетиции в этом зале Сергея Яковлевичу всегда были как мастер-классы отдельные, потому что последний штрих этим плаванием на сцене, в хорошем смысле слова, это всегда было такое удовольствие, и эти корректировки нашего профессора, я помню до сих пор, его знаменитая левую руку потише, не гремни здесь, Костик, замечательно, потише, давай. Вот так говорится, Дорецкий Ильич тогда. Поэтому я очень рад, что вы с нами сегодня, у нас сегодня для нас особый день, мы открываем Мирахмайновский зал, и наш конкурс Grand Piano Competition, который стартует в 8 часов вечера, а завтра здесь начнется сольный дом, 15 счастливчиков, по-другому их не назовешь, которые прошли на наш смотров, фестиваль, и, угодно, я буду называть, конкурс все-таки, наверное, на последнем месте, потому что уже эти 15 человек обеспечились гарантированно и в этом туре, сыграть в этом зале, и финал в большом зале консерватории из госоркестра Светланова, который будет дирижировать Александр Витальевич Сладковский, который будет дирижировать. Мы все безумно переживаем, когда Александр Сергеевич предложил прийти сюда, в наш дом, потому что у меня есть анатолия, моя мамата, святые стены любого класса, любого зала, и я всегда говорю вот этим ребятам, которые прошли на конкурс, что вы, конечно, очень привычки, потому что вам предстоит играть и в рахманнике, и в большом таллине консерватории, с таким удивительным аркестом, с таким удивительным дирижером, вас слышат на весь мир, и будет транслироваться и в канал Культура, и в канал Мельчин ТВ. Знаете, я за тех ребят не переживаю, я многих из них знаю, это потрясающая настоящая команда, как мы это называем, я в них верю, я уверен в то, что они будут вспоминать, что их творческий путь большой, начался именно с нашего конкурса, и благодарю Шури, который, конечно же, будет у нас самая, самая воскочительная, естественно, Сергей Леонидовича Тарецкий, завтра все это начинается, в общем, мы все волнуемся, сумасшествие начинается в хорошем смысле, электризация присутствует только в консерватории, как и на конкурсе Чайковского, кстати, я лауреатом конкурса Чайковского говорю, включите Мельчин ТВ, либо приходите на финал, просто послушайте этих молодых отпрысков, там очень много свежих идей, поверьте, так что я держу кулаки, берет то и то, и поздравляю вас, Сергей Сергеевич, с таким замечательным открытием этого замечательного, уникального зала в Радмановском. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok